Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться, но ты же так красива, свои восемнадцать. Я поднимаю руки, так, Ильян, Кашу, Нурок, Серджио, Ренца, Салут, Амурдис Кутемш, Чей Сентемплала Кахо. Так, смотрю, немножко коммунистов, немножко Елена Грецко, Стеллоу Ноту, Дом на Примардин, Урашеву День, Кринобали, Два Плохиштава, Кринобали, Фадди, Трябну, Кателю, Зелену, Плохотнюк. Компенсия, Бон, точнее, не Кэнто, Дуну Кашу. Так, Ваду Архею. Так, Игорь Басист и Бельца наши пошли. Диана Суховеев, Диана, спасибо вам огромное за вашу активность. Кишиневский актив, Сороки. Пока вижу всех родственников. Ева Тимош. Привет, Евочка. Очень горжусь твоими успехами. Экаш Метропольев от Ксо Президента отписает. Молодец. Так. Елена Пануш. Самый строгий генеральный секретарь партии в истории малацкой политики. Так, Рыжканы вижу. Ниджат Аскеров пишет. Плаха, Винтерполе, уже интересно. 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 А-а-а. Думаю, Кашу, я сейчас про свои 18, понятно. Так. Вижу, люди творческие пошли, как Артур Сухих. Бельский общепит Иона Саяна. Я колбат Перусландилла Ханчерсть. Так, Николай Григоришин присоединился. Странно, что не спит в это время. Так. Ребят, вынужден, вынужден вас немного задержать, потому что я смотрю просто на щечку, он набирает, набирает, поэтому не злитесь на меня очень сильно. Лучше злитесь на плохиша, я ни при чем. Так. Руслану Леник, Андреабу Ринату, Эйбоконим. Ну-ка, Эйбоконим, да. Если дам Лапапуняцу. Так, вот, Садова. Бельцы вижу. По-моему, Григоришин будет всех соседей. Ребят, репосты там как? Делаем, куда мне идут? Ну, кто хочет, конечно. Так. Так. Вижу Кишинев. Ребят, делайте, пожалуйста, репосты. На самом деле. Ребят, когда плохиш будет арстован. Как спать, когда такое творится в стране? Да, скоро в парламенте проголосуют. И спать будете только в определенное время. Рината, сперси седи кувант. Луна Мартия, сначала пшевай. Пацаны, где плохой твой 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 твой. Парковатка мержи, куда мне идут? Адвазотка мержи. Все, пацаны. Кандук Филипп с револты. Кандук Филипп держа с револты. В 17 лет уфос мониторизата чеша персуана. Адик, уфос, где чеша интерпелер, ка пачеш персуана сфи лата в лукру. В мониторинге интерпол. Сейчас прочитал в Несмекере очень хорошую статью. Значит, что со ссылкой на источники на свои источники в том или ином посольстве Филипп перед встречей с послом Российской Федерации Мухамедшиным он встретился сначала с западными послами, где он пожаловался, что русские 15 раз подавали плохиша в интерпол. Я вчера уже об этом говорил, могу еще не сказать. Могу сегодня только что добавить, что это истерика. Я вчера догадывался, когда увидел, что 15 раз одного и того же человека там ставят на контроль. Ну, послушайте, плохотнюк должен быть на контроле не только во всех странах мира, которые являются странами-участниками, да, интерпола, порядка 190 стран. Плохотнюк должен стоять на контроле даже в тех странах, которые пока не являются участниками интерпола. Вот и вся ситуация. Поэтому, как бы, послушайте, он преступник, преступник международного уровня. И я уверен, что его мониторят службы разных стран. В Америке, не знаю у кого там и какой статус, но в Америке ведется расследование кражи миллиарда из молдавских банков. В Евросоюзе, в разных странах. И вообще, плохотнюк под мониторингом интерпола еще с тех пор, как он сутенерил потихоньку, понимаете. Поэтому Ричан же выходил в 2013 году в парламент, как бы, тогда попросили прессу выйти, как бы, и плохотнюк признался. И Ричан показал бумагу, подтверждающую, что плохотнюк за связи солнцевской ОПГ, куда меня все пытаются засунуть, там, всякие, там, эти полупокеры, там, Гуровы и так далее. Значит, что именно за связи с этой группировкой плохотнюк был под мониторингом итальянского национального бюро Интерпола, понимаете. Это тоже русские тогда ему построили. То, что Проха сидит в Румынии, и плохотнюк там всеми правдами и неправдами пытаются уничтожить, прикрыть, в том числе и дело, в котором я являюсь свидетелем. И у плохиша сегодня реально есть истерика, понимаете, что в любой момент его могут, как бы, ну, ну, просто он куда-то улетит, а там он уже задержится надолго, понимаете. Вот и вся ситуация. Там уже не будет ручных оруженов, бусуйков и прочей нечисти, которая там ему сегодня подчиняется и творит весь этот беспредел. Вот и вся ситуация. Поэтому плохиш наберись терпения, мужества и терпи. Ну, ты претендуешь быть великим вождем и так далее, поэтому, как бы, ну, надо потерпеть вадик. А то, с чем не справятся западные спецслужбы, российские, американские и так далее, то это смогу я закончить, как саморучка. Там чему-то научили, еще где-то. Вот. Но буду делать это все в рамках закона. Теперь поводу беспредела, который продолжается со стороны плохиша. Значит, сегодня есть видео в интернете руководителя Когульской организации нашей партии. Значит, выдали ему мандатный арест на 30 суток за то, что он там и группа лиц. Короче, подделал он диплом госуниверситета. Хочу обратиться к тем дебилам, извините, по-другому не могу их назвать, которые все это нарисовали. Потому что я сегодня разговаривал с Ренцей и посмотрел его видеообращение. Мало того, что у него есть документы, подтверждающие, что он там учился. Но вы понимаете, большинство из вас, которые смотрят сегодня, либо были студентами, либо некоторые из вас даже являются ими сегодня. Все вы помните студенческие годы. У каждого кому-то больше запомнился первый курс, кому-то второй, кому-то третий, кому-то четвертый, кому-то пятый, кому-то выпускной, кому-то вступительные экзамены. Мне вот, например, запомнился третий курс. Потому что, когда я поступал на ИНЯ с Бельцы, значит, нас было трое ребят в группе. Был Калек, Сбама, значит, был Октавян Махоря, вот почему и я. Нас было трое молодых ребят. Кто-то, Коля взял Академ, Октавян перевелся. В общем, на третьем курсе я остался один в группе, и все остальные были девушки. Поэтому я помню третий курс. Помню общежитие профилактории Бельского университета. Может быть, сегодня и мне предъявить, что я не учился в Бельцах. Кстати, на одном из допросов, не помню по какому делу, то ли тогда по прослушке Вайбера, ну, в общем, прокурор зачитывает информацию, вы родились там-то, там-то, там статус семейный разведен. Ну, значит, образование высшее не окончено. Я говорю, стоять. Я говорю, да, почему со мной не фенесати, студии Суперевария? Я говорю, ам диплом, ам абсолидит в университете. Ну, вот, ало-но, и фиш персонала, скрики, овец студии не фенесати. Я говорю, так как такое можно? А, группа крови не та. По-моему, даже женили меня там на ком-то, в этой фиши персонале. Говорят, это не к нам вопрос, это разбирайтесь в Министерстве информационных технологий, это всё у них и так далее. Группа крови не та. Момаритат. Куалты, Монсурат. Мамосурат, Кашкум. Куалты, не вас-то. И высшее незаконченное образование. По-моему, куркатку, фишалку, смотрю, не моя как бы и так далее. Понимаете? Сегодня выходит Ренца. И помимо того, что он показывает документы, он называет студентов, с которыми он учился. Я думал, если заочным, то знаете, заочные студенты, кто учится заочным, не очень знакомятся между собой. Но те, которые учатся на очном, они точно друг друга. Особенно кто-то в одной компании, кто-то в другой. Я старался со всеми дружить. На третьем курсе особенно. Понимаете? Университет. Я помню, чего только стоили мне лекции. Литература универсала к удобному мануале. Ребят-то мало, понимаете, даже сочковать было особо неудобно. Потому что, ну, когда мало ребят и были в основном девушки, то как бы, когда кого-то из ребят нету, то как бы сразу, сразу, ну, сразу попадались. Помню, дана, мадам, прожреца. Иногда, когда видели, что мы задерживались в общежитии, она приходила за нами. Ну, вот такие были студентские годы. У каждого из вас есть какие-то истории. Когда сегодня Рецов уход в Кагуле, помимо документов, подтверждающих, что он окончил, очное отделение, госуниверситет окончил там, по-моему, экономику, называет ребят с Аргеева, с Кишинева, которые с ним учились в группе, обращается к ним, обращается к преподавателям. Его обвиняют в том, что он подделал свой диплом. Хотя после того, как подделывали, возбудили дело о том, что я подделал свою подпись, я уже ничему не удивляюсь. Первая ситуация. Вторая ситуация. Значит, посмотрел сегодня в СМИ, некоторые там приближенные к плохишу СМИ опубликовали фотографии, как назад моют полы, стены, там что-то. Ну, послушайте, в Моле уже стало нормой, что из уголовных дел публикуются какие-то копии документов, копии, какие-то фотографии. Видите, даже фотографии с камер официальных пенитисиарных учреждений, они как бы отдают журналистам, нам показывайте, как мы его там уничтожили психологически, как пытались зачморить и так далее. У меня вопрос к этим Бармалеям Плохишовским, кстати, которые пытались и меня приклеить к нашему этому гламурненькому адвокату. Вы знаете, не был, несколько раз где-то видел Монзата, никогда с ним не созванивался, не общался. Они опубликовали какие-то фотографии Монзата на море. Ну, послушайте, особенно когда стал публичным человеком, подходили и фотографировались. Вообще люди останавливаются на улицах в Москве. Откуда я знаю, кто сфотографировался? И тогда, на самом деле, я его не знал. Потом, когда увидел, что он творит, все эти его халаты, килоцей, роша, албаш, три, машина такая, машина другая. Хотя знал, что живет в лизинге и так далее. Но я вам скажу, что когда я приду к Власе с вашей помощью, если вам это будет необходимо, то таких, как Монзат, в стране не будет. Я сделаю все для того, чтобы у них не было денег на такие гламурные тусовки, на все то, что вы видите. Пусть покажут, какие налоги платят эти гламурные товарищи. Я, не имея никакого бизнеса, платил там 3-4 миллиона леев в год. В Молдавии налоги как физическое лицо. Не имея никакого бизнеса в Молдавии. Никаких доходов. А эти все поцелуйчики, любчики сидят. Да, мне ферешки, посмотришь на них, такой себе не позволяет ни один бизнесмен России, и многие не позволяют себе в Монако. Ну, в принципе, это чуть-чуть царанская тема. Есть в душе у многих молдаван. Я сам когда-то через это проходил, когда, знаете, у молдаван нет дома-холодильника, главное, чтобы был Мерседес. Желательно на блатных дисках. Вот. Поэтому, как бы, такие тоже нужны. Смешные, как он. Но что вдруг важное хотел сказать про Монзата? Значит, они и так, и сяк, пытаясь как-то приклеить Монзата, что я якобы с ним там обманул какую-то женщину. Я с Монзатом решил заработать 15 тысяч евро. Ну, это, ладно, пропускаем. Короче, вы знаете, что послужило поводом, что Монзата перевели на домашний арест. Я вам сейчас расскажу. Монзат дал показания на своего тестя, на товарища Фурдуй, если не ошибаюсь. То есть, представляете, до чего человека там запрессовали, и тут уже не смешно. Ладно, не получается с усатым, да, хотя бы там какие-то показания на твоего тестя. И чтобы вы понимали, что Любчика, Голубчика, отпустили только того, что дал показания на тестя. Я не удивляюсь, как они не попросили у него взять, дать показания на его жену, что она взяла 100 долларов у него в кошельке. Я не хочу разбираться и вникать во всякие эти семейные проблемы, но вы понимаете, когда человека заставляют, когда его там чморили и так далее, и пытаются, ну, как бы, хочешь на свободу и так далее, ну, нам надо хотя бы что-то, значит, он дает показания на своего тестя. То есть, его заставили это сделать. И сегодня, когда полицейские мне об этом сказали, я, если честно говоря, был в шоке, понимаете. Тем более, что, насколько я слышал, там, тесть его там всегда ему помогал и так далее. Ну, в общем, с семейными они разберутся, но я хотел подчеркнуть, до чего довели ситуацию с человеком. Дальше то, что касается, я видел сегодня заявление Игоря Дадона, значит, заявление Дадона, где Дадон, как президент страны, говорит, я ни в коем случае не подпишу, значит, касаемо одномандатных округов, вот пусть они проголосуют в парламенте, 50 с чем-то депутатов, я не поставлю свою подпись. Игорь Николаевич, никто одномандатную водить не собирается, потому что, еще раз говорю, я об этом говорил вчера, как-то некоторые из МИЭТа пропустили, значит, Плохотнюк собирается вводить смешанную систему, одномандатную он не будет вводить по одной простой причине, потому что Плохиш не выиграет на выборах, даже своих, даже своих неспаренных, ну, своих имеется в виду, что он там родился, значит, прожил какое-то время, значит, и Плохотнюк хочет идти на смешанную, и вы, Игорь Николаевич, если знаю я про это, то знаете и вы, это уже обсуждает полпарламента, все правительство и так далее, и сегодня хотелось бы услышать, что вы не поставите свою подпись, когда Плохиш якобы под натиском народа, натиском президента, оппозиция скажет, ладно, одномандатных не будет всех, пополам так и быть, 50% по партийным спискам, 50% одномандатников, вот Игорь Николаевич, вы выйдете и скажите, что вы вообще не допустите этих шуры-муры плохих шел, это будет как бы красиво, потому что я услышал сегодня заявление Додона, связанное только с одномандатными, а со смешанной что? что сегодня смешанная система также укрепит Плохотнюка на 10 лет вперед, как минимум, он рулить будет столько, сколько хочет, и выборы в народное собрание ГГУЗИ это показали, единственный человек, один партий, прошел, его избрали председателем народного собрания ГГУЗИ, где опять же все те, которые шли открыто от партии социалистов, часть этих депутатов, насколько я понял, значит, поддержали, проголосовали, господин Горбалы, который в Чадерлунге бился во втором туре, стал депутатом народного собрания ГГУЗИ, вместо КУМЖ становится руководителем Кишиноу ГАЗ, социалистов что берут уже на хлебные места, на руководящие должности, у меня вопрос, Игорь Николаевич, вы должны как-то высказаться на эту тему, и самое главное, заявляю еще раз, что я не собираюсь конфликтовать сегодня ни с кем в оппозиции, ни с правой, ни с левой, но сегодня любая партия, которая будет уличена, замешана в интригах, голосованиях и комбинациях с плохотником, будет получать по морде, и не важно эта партия, проевропейская, пророссийская, или проафганская, понимаете? Вот и вся ситуация, поэтому хочу сказать, чтобы президент Додон не боялся импичмента, со стороны плохиша, которого там эти хвастаются, мы все что импичменты и так далее, значит, предлагаю третий раз сегодня, объявляю, позиция не поменялась, ребят, давайте все сядем и переговорим, значит, предлагаю сесть за круглый стол, представителям, лидерам, пусть представители для начала переговорят, делегатов определить, и надо как бы садиться за стол и о чем-то говорить, понимаете? Как вы видите, кроме Плохотнюка, его режима, его схем, наша партия никого не трогать, не критикует. Так недавно, что-то массивно раскручивали там социалисты маленько, Богдану Церкви, вот так я посмеялся, что-то выступил, сказал итог, полмиллиона там тираж, и в газету, и в аргументах, и в партийной газете социалистов, Богдан Церкви пишет, что усатый хвалит Гимпус, Турзу и Санду, и других унионистов, что пьет, что курит, плохой конец кушал, в детском саду, непонятно. Вот, поэтому, ребят, концентрируемся на Плохотнюке, на его режиме, и на его этой бандитской инициативе. Вы видите, да, как эти сегодня 14 красненьких стали синенькими. Да послушайте, с его деньгами, с его ресурсами, он их будет и голубенькими делать, понимаете? Причем, если надо будет, то Ходнюк, чтобы остаться у власти, он даже всех этих, которые мужского рода, заставит рожать, поверьте мне, и даже найдет, найдет, найдет форму, как сделать, чтобы они забеременели, понимаете? Поэтому сегодня, ребят, пожалуйста, значит, обращайтесь ко всем активистам, ко всем нашим сторонникам, регистрируйте все вот эти нарушения. Значит, все больше информации я получаю о том, как они, значит, как они продвигают эту историю и собирают подписи по всей стране. То есть, людей запугивают, особенно на предприятиях, значит, запугивают для того, чтобы люди подписывались под этой, под этой инициативой плохиша, которой он сам, поверьте, боится. Потому что для него позор не пройти, повторюсь, одномандатникам. Плохотнюк сам должен участвовать, как председатель партии, а тут БАМу не проходит. Я вам другое скажу, я вчера в лайбе сказал, что Плохотнюк может баллотироваться по одномандатному округу от ночного клуба «Драйв». Такое тоже могут придумать. С нашим молдавским циклом меня это не удивит. Я вам скажу, что от одномандатного округа, даже если это будет ночной клуб «Драйв», который принадлежит Плохотнюку, он тоже может не пройти, потому что стареет Владимир Георгиевич каждым годом. Парни там посимпатичнее, наверняка могут выдвинуться оттуда же. Поэтому и там может пролететь. Поэтому одномандатников не будет. Комбинация Плохотнюка это смешанное. Все те, кто будут в этом участвовать и поддерживать, должны быть врагами народа. Вот и вся ситуация. Вот. Значит, пожалуйста, ребят, все те, кто скидывайте мне любую информацию о нарушениях, которые есть. Я начал получать очень интересную информацию от некоторых работников силовых структур в Молдавии, очень интересного характера, связанного там с коррупционными схемами и так далее. Но не буду это мешать, это выдавать, отдельно четко об этом поговорим. Главное, ребят, надо сегодня объединяться. Вот люди возвращаются там на родительский день, на Пасху домой. Ребят, надо формула, как сегодня освободить от Молдовы, от режима Плахотнюка, очень простая. Просто всем объединяться. Ну, в Рауамин бой, Смайлот, Десприруш, Румынь, Молдовень, Украинень, Гагауш, Булгария, Сентим, Тотс, Астасич, Татьяне, Републича Молдова. Ну, требуются не в СМЛа спекуляции, если, как-то, ку Москва, как-то, ку, ку, Брусселу, Шамадипарки. Да, в последнее время, даже сижу, кто читает мою личку? Ребят, личку мою читаю только я. Никто, никто ее не читает. Ну, кроме Молдавского СИБА и спецслужб, как минимум, еще трех-четырех стран. Потому что, по крайней мере, я там, ребят попросил, они посмотрели, что мой аккаунт в Фейсбуке читают с 16 АП-адресов. Лондон, США, Москва, Кишинев. Я говорю, блин, ну, читают. Поэтому вы пишите, у кого есть информация, оставляйте номер ватсап контактный, и я буду связываться и перезвонить. Но, ребят, только объединившись. Я не буду критиковать оппозицию, и любую оппозицию в Молдаве сегодня, парламентскую, вне парламентскую, буду критиковать только за сотрудничество с Проходнюком. Я кашастая ситуация. Так что, давайте посмотрим, что там будет. Значит, что там будет, к чему это все приведет, но однозначно приведет к тому, что бандитский режим плохиша падет, он и все эти чмошники, которые его окружают, сядут, и неважно, сядут они за пределами страны, или ответят нам по закону, если надо, с привечением создадим народный трибунал. Но ответят они за все, и бой смешанной системы, и мочить и кончать режим плохотенько. Воебес, кладу резкость рыбоны, выходные, ходил сейчас маленько на рыбалку, снял там 27 минут видео, так, по скрипту. Короче, сегодня рыбалка тоже была прикольная, значит, поймал четырех самов. Значит, побил рекорд прошлого раза, тот я выставлял на 21 килограмм, этого поймал под тридцаточку. Как ловил и почему ловил их один я, и никто из рыбаков не поймал их, ни в прошлый раз, ни сегодня, об этом расскажу в отдельной программе охоты и рыбалка по-молдавски. Я вас люблю, водорез, косяру, фрумаса, мерзим, дуаре, наинте, совет, ун уикенд, кэтмэ, фрумас, привет, пламенный, значит, Феликсу Гринку, потому что Феликс из-за этих уродов продолжает сидеть, супруга его и многодетная семья пока держится, мы будем поддерживать. Наша делегация из Молдовы, вице-председателя нашей партии в понедельник прилетает в Москву, будем подписывать соглашение на следующей неделе с Владимиром Вольфовичем Жириновским, дадим всем совместную пресс-конференцию, и все будет прикольно, правильно, по закону и весело. Ура, привет, люблю, спасибо.